Так, пишем, пишем, прием. Сегодня не уходи далеко. Слышно плохо. Не убежал. Сегодня у нас неочередное занятие. Я расскажу вам про OpenStack, а Олег расскажет про Ansible и Chef. Ну, значит, что такое OpenStack? На самом деле OpenStack – глобальное сообщество. Ну, OpenStack – это не просто технология, да? Это сообщество людей, которые собрались и решили что-то такое запилить. Это я вам решаю, да? Простите, сейчас я… Ничего страшного. Решили запилить платформу с открытым исходным кодом, который можно использовать как для публичных и для приватных облаков. На самом деле… Что такое облако? Хороший вопрос. Расскажи нам, что такое облако? Ну, я не знаю. По-простому… Блин… Слова, стальная. Да-да-да, облачные технологии. Я не знаю, как сформулировать. Ну, набор наших серваков, которые объединены в какую-то систему, вот, и куда ты предоставляешь доступ не только себе, как, да, а своим пользователям, другим пользователям. Да, ну, мне кажется, знаешь, даже больше не в этом дело, потому что ты можешь это сделать как бы распределенную файловую систему, это не будет у тебя облако. А облако, это получается, ну, как я понимаю, да, это именно когда ты начинаешь предоставлять доступ к каким-то другим людям, да, которые заходят туда и начинают работать вот в этом объединении серверов и в этом, в том, что ты сделал. Ну, да, ну, да, 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 серверов, вот, да, вот мы и договорились, что такое облако. Вот. Цель проекта была предоставить решение для простой реализации всех типов облаков, чтобы максимально масштабируемое, максимально простое и удобное все это дело было. Вот. На самом деле, вот, технология. Технология состоит из серии связанных между собой проектов, представивших различные компоненты облачной инструктуры. Я сейчас поясню. В чем прелесть OpenStack'а? В том, что OpenStack – это ничего страшного, в нем нет, да? У тебя внизу стоит просто гипервизор, это может быть по умолчанию, это КВМ, это может быть HEN, ZEN, да, или как он, OpenWZ, этот, докеры сейчас поддерживают, дописали драйвер, вроде как, наконец-то, не знаю, сколько он в продакшене, вот, но дописали. Весь OpenStack – это просто оболочка, как бы надстройка над нашими гипервизорами, просто для более удобного всего этого администрирования и предоставления доступа каким-то другим людям, которые могут работать в нашем облаке. По факту все. В чем прелесть OpenStack'а? Прелесть в том, что он полностью открыт. Открытая платформа, написано все на питоне. Как бы, да, там всегда можно открыть просто исходный код, поковырять, посмотреть, все достаточно понятно, да? Вот. Второй плюс – то, что он состоит из многих компонентов, да, вот как на слайде написано, я, может быть… Сейчас покажу картиночку. Вот такая вот страшная картинка. На самом деле здесь ничего особо нету страшного. У нас есть центральный компонент Nova, так называемый NovaCompute, это центральное, ну, сердце всего OpenStack'а, да, можно сказать. Вот. И еще целая куча компонентов, которые связаны между собой через API. Да? Вот. Например, Keystone – это хранилище, это компонент для аутентификации пользователей. Аутентификация, авторизация. Keystone хранит у себя, у него есть своя база данных. Вот. Он может… А? Чит анкл. Да, 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 да. Он, и как раз вот это полностью все управление пользователями, да, кому что предоставить – это Keystone. У нас есть Swift, например, это хранилище блочных устройств. Swift – отказоустойчивое хранилище блочных устройств, да, вот. На самом деле, прелесть в чем то, что мы можем это масштабировать очень глубоко, да. Мы можем, например, Swift не использовать, если оно нам не надо. Мы можем, если у нас там всего две машинки, мы запускаем КВМ прямо на этих машинах, у нас нет никакого отказового хранилища, мы отказались от Swift, у нас все будет работать. На мой взгляд, если это модульная система. Это модульная система, да. Вот. У нас… И именно прелесть в том, что мы можем по факту собирать систему, какая нам нужна, да, там, из этих модулей. Мы можем поставить там все на один, на наш сервак, у нас все будет замечательно работать. Вот. Мы можем, если у нас начинает вырастать нагрузка, да, разворачиваем, все это, каждый модуль выносим на свой сервер, да, там, объединяем все это высокоскоростным интернетом, да, там, фейбрис. А? Высоко. Вот. Можем поставить несколько новых, да, получается, от управляющих, вот, и все. И по факту мы там, ну, разрослись, получается, шире. Вот. Очень удобно. Вот. Дальше. Четыре обязательства инициативы OpenStack. Полностью свободное, открытое программное обеспечение, без искусственных ограничений, да, никто никому ничего не нужен, да, полностью открытая лицензия Apache 2, вот. Открытый процесс проектирования, открытый процесс разработки, поддержка максимально открытого сообщества, да, и максимального доступа всем членам сообщества, да, к коду и вообще к процессу разработки, вот. Благодаря этому сейчас многие компании, ну, они участвуют в OpenStack, да, они вносят в свой вклад, сейчас, ну, огромное число компаний, да, они просто начинают использовать OpenStack, они начинают допиливать какие-то компоненты под свою архитектуру, да, под свои нужды, вот. И они, конечно же, этот код вливают в общую архитектуру, соответственно, OpenStack очень просто развивается, я не знаю, там, 7-мильными шагами сейчас. Вот. Именно за счет того, что, как бы, он ничем не ограничен, да, никому ничего не должен, открытая лицензия, вот. И фактически каждая компания, которая ставит себе OpenStack, да, под себя она затачивает его. Вот. Каждый проект и управляется техническим лидером, у каждого проекта, ну, здесь вот, вот, пять проектов предоставлены, да, отдых. Вчера поискал фамилии чуваков, которые этим занимаются, вот. Ох, если бы я помнил. Смотри, последний точно не помню. Дашборд – это, видимо, этот, веб-панелька. А, выбор. Да. Смотри, Glens – это хранилище наших дисковых имиджей, насколько я помню, да, наших образов. Потому что, когда мы используем Swift, да, видишь, Glens, ImageObjects, Storages, как бы, мы можем Swift не использовать. Как бы, Swift – это уже такая распределенная файловая система, которая у тебя реплицируется на несколько серваков, как бы, да, и она максимально отказоустойчивая. Вот. В принципе, ты можешь ее не использовать, использовать по минимуму просто Glens, вот, который хранит вот эти вот наши именно имиджи уже. Да, имиджи и метаданные. На самом деле здесь все, все это дело связывается API, AMQP – это этот мессенджер сообщений, да, который… Да, да, да. Они все между собой связаны. А, AMQP – это это вот сообщение. А, все, понял. Вот. Ключевые возможности OpenStack – управление виртуальными машинами, ну, самое главное, да. Поддержка очень большого числа гипервизоров, да, КВМ по умолчанию, ЛХЦ, контейнеры, Кему, UML, VMware, да, там, целую кучу. Управление жизненным циклом виртуальных машин, ну, имеется в виду, там, разворачивание, там, ну, запуск, остановка, убийство, ну, вот. Разные типы виртуальных машин, ну, имеется в виду, да, там, по CPU, по оперативной памяти и по размеру диска. Да. У нас там 10 северков, по 16 январь в каждом. А это еще машинка, в принципе, варитет. Не, не, как. А как вообще? Как вообще работают? Как вообще работают? Вообще, смотри, ну… У нас есть специалист, когда люди на двигаешь полкилнока. Ну, все равно у тебя ограничения есть, у тебя даже в Амазоне, на самом деле, у тебя ограничения есть. Вот. Слушай, ну, по-моему, нет, у тебя должен быть физический сервер такой, насколько я знаю. Ну, надо уточнить, конечно. Вот, но вообще здесь, как бы, смотри, в чем прикол OpenStack у тебя, да, ты просто говоришь, я хочу такую вот машинку, такой жирности, да, и он автоматически сам выбирает у тебя, где у тебя свободные ресурсы есть, на каком серваке. Ну, вот, где там CPU, да, и оперативки хватает, там он тебе запускает ее. У них, видимо, жирные серваки, они просто постоянно расширяют это дело все. Они недавно предоставили там тоже там что-то с, ну, расширенной поддержкой, там, ну, очень большие инстансы сделали. Это 48, чтобы оперативки там было, или сколько-то вообще такие огромные. Ну, а как ты, как, как ты себе это представляешь? Как оно? Понимаешь, у тебя, у тебя просто, у тебя в основе OpenStack, у тебя внизу просто обычный гипервизор, обычный КВМ. Как он, как ты его можешь запустить в таком виде? Никак, по факту, да. И на самом деле очень неудобно, в том плане, что, когда вот такие инструменты лежат, которые ты знаешь, да, ну, как сказать, более в нижнем уровне, там, да, тот же самый КВМ, можно, блин, зайти и стандартными средствами посмотреть, что там происходит с виртуалкой. Конечно, тебе это будет не очень удобно, потому что там нет у них нормальных имен, оно все, эти хэш, ну, там, вот эти вот кодики, все это, оно все у тебя в базе данных хранится. Все это дело, там, ну, название машинки, описание, там, все вот это. Вот, но по факту ты можешь просто зайти и начать ее управлять, там, делать какие-то имиджи, там, то же самое, там, обычный ЛВМ, на самом деле. Там, какой-то магии такой, да, который вот, говорю, вау, OpenStack, все, магик какой-то, да. Там особо ничего такого нету, на самом деле, да. Это просто такая вот интересная технология, да, в которой совершенно спокойно можно зайти, руками поковырять, что ты хочешь. На самом деле, я даже похвастаюсь, не знаю, я разворачивал тот OpenStack, да, на двух машинках, ну, просто для тестовых каких-то целей, для своих. Слушай, я бы не сказал, что там что-то очень сложное. Вот, может быть, конечно, когда ты начинаешь его в эту свою инструктуру встраивать, да, и когда предоставлять доступ уже своим реальным пользователям, там начнутся проблемы. Но, слушай, я доделал до того момента, когда я мог уже запускать виртуалочки там свои, вот, вот, я даже поигрался там, всякие, ну, разных размеров, там довольно удобно это дело, и я бы не сказал, что там суперсложно, что такое есть. Мне кажется, это вполне, вполне возможно, как бы, да, под силу своими средствами это, все это сделать. Управление виртуальной машины, поддержка Life Migration, ну, это понятно. Поддержка подключаемых дисков, аналог Amazon EBS. Подключаем, на самом деле, все вот эти вот поддержки подключаемых дисков, поддержки Life Migration, оно все зависит от тех компонентов, которые вы используете в OpenStack'е. Как бы, да, все вот эти возможности, если вам будут говорить, что OpenStack умеет вот то, вот то, вот то, и вот то, да, понятное дело, да, что он зависит от того, да, как вы его сконфигурировали, да, есть ли у вас вот эти подключаемые диски, это по факту, это Swift за них отвечает, насколько я знаю, да, вот, и если у вас нету Swift'а, вы это не сделаете. Да, да, вы не сможете подключить там диск, который там на другом серваке, ну, как бы вот как в Амазоне это происходит, да, там нажми, нажимаете кнопочку, да, говорите, вот, подключи-ка мне вот этот вот диск, этой вот виртуалки, как бы у вас вот такого не будет. Понятно, что это надо делать, чтобы вам был Swift, который, да, синхронизирует вам вот эти вот все между вашими серваками, у вас должно быть, ну, скорость соединения между серваками хорошая, правильно? Соответственно, это как бы все равно, как это сказать, оно одно за другое цепляется просто, да, что если у вас там OpenStack какой-то минимальной конфигурации, он все равно не будет отвечать вот этим вот всем параметрам, то, что здесь вот все это расписано там, да, что OpenStack, там он умеет все-все-все-все-все-все сразу делать, да, вот. Апи, а, сейчас тут, наверное, будет. У OpenStack отличная апи, у него хорошая веб-морда, вот, но как бы веб-морда в этом не true way. Настоящие садмины ходят через консоль, на самом деле там отличные утилиты администрирования, совершенно, ну, как бы, совершенно понятные, да, там, хорошие маны, там, да, даже если там что-то где-то непонятно, там всегда можно почитать, да, там найти документацию, все это выложено на сайтах, вот. На сайте OpenStack отлично работает с питоном, ну, понятно, что там и так все на питоне, да, написано. Вот, у него есть апи-бридо составляется, ну, для многих языков программирования, да, там можно с ним работать на, тактически на чем угодно, да. Управление сетью, смотрите, он, управление сетью, если честно, я не особо работал, да, потому что у нас, какая у нас, у нас, наверное, Flat Networks DHCP, да, DHCP используется в компании. На самом деле, там, как, там, мы можем сделать, чтобы OpenStack использовал сеть, ну, такую сеть, как у нас, ну, как на предприятии обычную, там, да, не использовал, а? Да, локальная, да, серая, да, да, вот, обычная сеть, вот. На самом деле, OpenStack предоставляет свои, может быть, здесь нарисованы инструменты конфигурирования сети, как он там, вот, Network, Quantum, не знаю, может быть, нет, может быть, нет, может быть, это Quantum. Не помню, как называется, в общем, это, да, для построения именно внутренней сети, для построения VLAN-ов, там, да, да, виртуальная внутренняя сеть, получается, это, видимо, как здесь написано, VLAN Network, вот, и на самом деле, там, как бы, можно строить очень интересные конфигурации сетевые, да, и очень все это нетривиально, но при этом позволяет очень-очень много чего, да, сделать, вот, поддержка IPv6, поддержка нескольких сетевых интерфейсов, поддержка групп безопасности, да, там, Amazon, ну, аналог Amazon Security Group, все, все, все есть. Ну, видимо, сравнивают, да, там, с Amazon OpenStack, там, насколько он это... Она не похожа, она просто, она не то, что похожа, она как бы сравнивается, потому что Amazon, это вот уже продакшн-система, как бы, да, говорит, а что это у вас такое фигнение, в Amazon есть, а у вас, типа, нет его, да, поэтому, ну, как, как стандарт такой, вот, просто же, если ты идешь в Amazon, ты, получается, там, там, как бы, очень много чего есть, да, и поэтому, и говорят, а зачем нам разворачивать какой-то внутренний OpenStack, да, если у нас есть Amazon, мы, там, за него заплатим сколько-то денег, типа, и все. А тут говорят, вот, OpenStack умеет вот это, вот это и вот это, вот это, и, типа, еще и за бесплатно, только, только разверните его. Да, под вашим контролем, да, вот. Образы виртуальных машин, а? Ну, про сеть, сеть, дополнительные IP-адреса, доступ через VPN, как бы, ну, сетевая подсистема, здесь, ну, все есть, да, по халкану. Вот. Управление виртуальными образами виртуальных машин. То же самое, жизненный цикл, понятно, различные типы дисков, мы можем выбирать какие угодно, там, да, вот. Типы контейнеров. Не работал с контейнерами, если честно. Хранение образов метаданных, да, вот про что мы сейчас смотрели, там, да, это глаз занимается. Вот, вот, именно различные типы хранилищ, вот, видишь, мы можем использовать Swift для наших целей, да, вот именно хранилища образов, да, мы можем использовать S3, как бы, который он работает, то что ТТП, я не знаю, что это такое, файловая система, файловая система, это, ну, да, да, ну, в смысле, я имею в виду, как бы, типы хранилища с ТТП, что здесь имеется в виду, не совсем понятно, вот. Вот, файловая система, да, что мы образ просто локально храним и не запариваемся про всякие эти Swift и S3 и все остальное. Вот, все это можно и в зависимости от наших потребностей, желаний, да, возможностей и что нам надо. Вот. Хранилища имеется в виду, видимо, про Swift, просто я презентацию скачал с Лейдшер вчера по-быстрому, вот, распределенное масштабируемое хранилище с избыточностью. Да, это Swift, он хранит минимум 3 копии объекта, вот, не самый такой, как сказать, экономичный способ, да, но при этом отказоустойчивый, вот. Доступ к объектам через веб-интерфейс, ну, это понятно, как бы, да, мы должны видеть свои образы виртуальных машин, да, и диски, вот, поддержка API OpenStack и Amazon S3, вот, ну, тоже вполне понятно, да, что с S3 он может синхронизироваться, как бы, а с API OpenStack, он, как он, как он будет тогда работать, если он не будет его поддерживать, ну, как бы, не знаю, что здесь имел в виду автор. Права доступа к контейнерам и объектам, то же самое, что мы своим пользователям, ну, видимо, да, что здесь имеется в виду, можем просто выдавать какие-то ресурсы, да, которыми они будут пользоваться. То же самое, как они, они запускают свою виртулку, значит, это вот, доступ к контейнерам только у них есть, как бы, да, если они его создали, логично. Вот. Управление доступа. Единый сервис для управления учетными записями. Это вот Keystone, где он, вот он. Вот. Различные средства хранения записей, да, мы можем ULDAP, да, мы можем делать синхронизацию ULDAP с нашим локальным Keystone, да, и хранить пользователь только в Keystone у нас, да, где всякие базы данных, еще какие-то штуки, доступ на основе ролей, вот это, видимо, имеется в виду, администратор, не администратор, да, наверное, вот это вот. Ну, в смысле, да, 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 ну, да, именно. Да, 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 видимо, видимо, это, да. Вот. Windows или Windows. Так. Интерфейс, да. Command Line утилиты. Вообще замечательные. Библиотеки для всех языков есть, ну, для большинства самых таких, да, популярных есть, для пользователя, видимо, тоже есть Command Line утилита, вот. Ну, про это я уже сказал. Веб-интерфейсе есть какая-то такая маленькая картиночка. Видно, что нет, не особо, да, ну, в общем, нормальный такой веб-интерфейс. Ну, все возможности представлены, как бы, да, кнопочкой натыкали себе, в виртуальных машинах насоздавали, что вам еще надо, ну, по большому счету, да, вот. А это в зависимости от того, что у тебя, это, дальше какое у тебя файловое хранилище, где у тебя образ, там, и в зависимости от машинки. Маленькая машинка, вот, просто там, щелкай, все, создалось. А, это вот я с этого чувака скачал презентацию. Честно признаюсь. Да, спасибо, Илья, да, за презентацию. Так что, вот так вот, кратенько про PanStack. Теперь Олег нам расскажет что-нибудь еще, что-нибудь другое. Здравствуйте, дорогие телезрители. И радиослушатели. И радиослушатели. Нам нужен браузер. В общем, чтобы нам управлять толпой серваков, существуют специализированные интерфейс-системы, которые называют системами управления конфигурации, пришли они в целом из софта. Ну, то есть, это при разработке софта и применялось. В чем задача? Задача перевести сервер к какому-то состоянию. И желательно в автоматическом режиме. То есть, фактически, мы относимся к серверу, ну, как к софту, если можно так выразить. То есть, мы пишем некую программу, описываем состояние сервера, и система управления конфигурацией автоматически на основе нашей, скажем так, программы конфигурации, 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 наиболее известные системы это Puppet, Chef, Ansible и Salt, SaltStack. Salt это как соль по-английски. Есть еще CFSystem, или как-то так, с которой все началось, но я не помню, какие зовут. Или сервер конфигурации, или сервер конфигурации, или сервер конфигурации. Я забыл. В общем, я работал только с Chef'ом и немножко с Ansible, поэтому мы поговорим про них. Это достаточно новые системы, но уже, в общем-то, достаточно зрелые, и они абсолютно разные. Начнем с Chef. У них теперь новый модный адрес, Chef.io. Chef – система для DevOps'ов, и этим она хороша, и в каком-то плане плоха. Потому что, если ты простой SysAdmin, то там очень много overhead, скажем так. В чем плюс Chef'а? Легко запомнил. Плансибл, кстати, тоже под домен с документацией, называется Docs. Да-да-да. В общем, в чем плюс Chef'а? В том, что он многослойный, как луковица. Вы можете управлять, во-первых, Chef. Chef – это как шеф-повар. У Chef'а есть, соответственно, поваренные книги, в которых он хранит свои рецепты. И рецепты состоят у нас из каких-то, как это, ингредиентов. И здесь вот полная аналогия. Да, у нас есть кукбуки. То есть, это наборы рецептов. Рецепты – это те самые описания того, что нам надо сделать, и которые состоят из атрибутов, да, то есть из рецептов, из как-то, ингредиентов. Это для того, что нам надо сделать? В какое состояние привести, да. Ну, фактически, что надо сделать. Ну, это очень важно. Ну, почти, да. Соответственно, управляем мы нашим Chef'а сервером с помощью ножа, да, кинжала. Называется утилита Knife. Да, утилита Knife. Так вот. Что вообще представляет собой Chef'а? Это отдельно сервер с базой данных, например, на Postgres'е, в котором хранятся все эти данные. Отдельно можно настроить Workstation, так называемый. То есть, это система, с которой вы будете управлять своим сервером, да, на который вы будете заходить и использовать Knife. В принципе, наверное, таких Workstation'ов может быть больше одной. Вот, ну, либо одна. И куча ведомых серверов, то есть, на каждый сервер, которым вы хотите управлять, ставили, устанавливается клиент. И, соответственно, Chef'a умеет работать только по, скажем так, в методологии Pool. Да, то есть, когда вы вталкиваете изменения в сервер, и они подсасывают с клиентами. Ну, клиенты с какой-то определенной периодичностью обращаются к Chef'a серверу, забирают изменения и применяют их. Собственно, есть, сейчас, найдем, может быть. Есть так называемые environment, да, то есть окружение. Это, допустим, у вас есть сервера для продакшена и сервера для тестирования. Вы можете сделать так, что одни и те же, например, рецепты или кукбуки будут использовать разные параметры. Например, в продакшене они подключаются к одним серверам баз данных, для тестирования к другим серверам баз данных, да, или там. Такие вещи, да. Ну, понятие на уровне абстракции, да. То есть окружение в зависимости от такой, как там, направленности сервера, да, такой, скорее, логической. Есть роли. Роли, она уже относится больше к, ближе, так сказать, к железу, что ли. Ну, например, это веб-сервер, да, это сервер баз данных, это там еще какой-нибудь сервер. И, соответственно, роли они могут включать в себя кукбуки. Да, то есть ты повар у нас по горячим блюдам, вот тебе поваренные книги с супами, да, то есть, в которых уже содержатся рецепты. Но, если вам нужно подключить дальше, да, еще следующий уровень, это те самые кукбуки, в которых содержатся рецепты. Вы можете подключить к ноде, да, то есть, к определенному клиенту. Не обязательно вам нужно вот оперировать только кукбуками. Ну, да, это проще, но фактически лучше оперировать ролями, да, то есть, более высокий уровень. Типа это веб-сервер, да, или там, это веб-сервер на Linux, а этот вот веб-сервер на FreeBSD. И в роли вы указываете, да, что к этой роли относятся такие-то кукбуки, такие-то рецепты. То есть, не обязательно оперировать кукбуками, можно оперировать рецептами, входящими в кукбуки. Да, то есть, подключить два кукбука, один рецепт из третьего кукбука. Говоришь, ты веб-сервер, у тебя такие-то кукбуки и такие-то рецепты. Пока понятно? Отлично. Все это делает с помощью утилиты Knife. Где-то тут она была. ChefServe, Workstation, Knife. Форкин, Knife, Коммандс. Давайте посмотрим. Да, вот. Как-то так. Блин, где? Тут почему-то все с датабэгами. Мне это не нравится. Ну ладно, посмотрим. Да, то есть, идет команда Knife пишите. Я не знаю, мелковато, да, наверное. А как приблизить, интересно. А как обычно? Ctrl-Shift. Нет, он не хочет. Че, альт? Коммандэль? Нет, ты скачешь просто. Она увеличивается. Она увеличивается? Увеличивается. Ладно, окей, она увеличивается. Поверил. Вот так. Ну, вот так правильно. Отличим. Вот, Knife List, да, например. Knife List что-нибудь, да, там, например, Knife List, нет, это я не знаю. Knife, да, Knife Not List, например, да, то есть, вы видите список подключенных нод. Вот, или там, Knife Note, там, Show название ноды. Давайте показать информацию о ноде. Вот. На мастере? На Workstation. На рабочей инстанции. Вот. Там бывает длинные, да, типа Knife, нод, ад, Run List, название ноды, название Run List, то есть, ты еще убьешься. Но в чем плюс? Вы можете указать, в кукбуке есть файлик с метаданными, и вы можете указывать номер версии. Да, то есть, вы потом делаете, загружаете кукбук в базу данных, и у вас там может быть несколько версий кукбука загруженных. И, допустим, на том же продакшене вы можете исполнять одну версию кукбука, а там в тестировании другую версию кукбука. То есть, он реально очень гибкое окружение позволяет создать. Но, у шефа есть фатальный недостаток. До десятой версии это был вообще мега фатальный недостаток. Он был включительно. Он был написан на Ruby. Он был мега тормозной. Потом его, как бы, ядро переписали на Ирланге по-амальному. И он стал нормальный, более-менее. То есть, двенадцатая версия, например, одиннадцатая-двенадцатая, они нормально работают. И раньше они использовали, как же эта штука-то называется, которая падала постоянно. Кауч-кауч-гдб, да. Эта штука, она постоянно падала у нас, по крайней мере. А в одиннадцатой они перешли на Postgres, и он стал нормально работать. Короче, все стало хорошо, более-менее. Но сами кукбуки, они, тем не менее, идут на Руби. В чем плюс, в чем минус, да? Для программистов, особенно для программистов на Руби, все хорошо, да? То есть, они программируют серваки, и у них есть полный доступ ко всем возможностям Руби. Но если ты админ, и тебе надо администрировать серваки, а не писать окружение, то ты получаешь пачку overhead. Страшные английские слова. Вот, собственно, ресурсы, как это выглядит? Ну, сейчас что-нибудь. Файл какой-нибудь файл. Вот синтаксис. Да, то есть, вы пишете файл. Ну, то есть, это название атрибута. Да, то есть, вместо файла там может быть что-то еще, но их ограничено. Далее, текст, имя. Имя нужно, потому что оно отображается в логе клиента, когда он говорит, типа, я делаю то-то. Да, вот он пишет имя. Do, потом параметры атрибута и end. Да, то есть, вам, как минимум, нужно do и end лишнее писать. Да, немного, но какая-то левая шляпа. Я ее не люблю. Вот реальный пример, например. А, нет, я обманул. То есть, это путь до файла. Там он отличается в разных путях. Файл такой-то, и что с ним сделать? Задать там владельца, группу, права, экшен, типа, что делать? Создать. Да, есть какой-то набор. Просто создать, типа, если файл, ну, только не существует, да, удалить файл. Это, ну, типа, своя пищечка есть. В смысле? Или как это называется? Думал, это же не чистые руки, вот, вышли. Не-не-не, это именно возможности самого шефа, то есть это, да, у него есть свои команды, скажем так, да. В конце наверняка есть примеры покрупнее, да, я не знаю. С вариантов многое, что сделать можно. Ну, это примеры для разных операционных систем. Есть возможность вызывать, да, какие-то другие штуки. Например, вот здесь. У вас два, две задачи, если можно так сказать. Первый, action nothing, да, типа, ничего не делать. Ruby, он прочитывает файл сверху вниз, как скрипт, ой, не Ruby, Ruby, шеф рецепт прочитывает и пропускает. Но во втором случае вы говорите на tifis, типа, то-то, да, то есть какой вызвать атрибут. То есть в данном случае вы говорите execute, clean, yum, cash, и он вызывает вот ту штуку. Собственно, как это все, изначально шеф-клиент, он получает эти рецепты, компилирует их и исполняет. Соответственно, можно использовать Ruby, практически везде можно использовать Ruby. Пусть не все, но очень много. Типа те же циклы, например, из Ruby и прочих. Нет, после тоже. То есть в рецептах полностью. Можно циклы, ветвления и прочие такие штуки. Но если вы хотите, это все скомпилируется. Если вы хотите просто выполнить уже после компиляции, скажем так, Ruby, то есть Ruby-блок. То есть вы можете прямо сказать, это блок на Ruby, и он выполнится уже после компиляции, как блок на Ruby. Вот примерно о шефе. Какой еще у шефа недостаток? У него базовые возможности, вот именно которые самим шефом предоставляются, они довольно скудненькие. Да, вот это вот все, что вы можете. Да, вот этот вот блок. Там установить файл, закачать файл, управлять MD, ADOM, перезагрузка, там виндовые какие-то штуки. Ну, это все. Если вам нужно больше, вы пишете на Ruby. Да, то есть вы должны, чтобы делать много чего, вы должны быть программистом на Ruby. Да, он опенсорсный, но как... Да, очень много, конечно, сообщества уже сделало, и, скорее всего, прямо у них есть на сайте какой-то репозиторий. Я не спорю. Но, тем не менее, вот такие вот совсем базовые возможности, которые изначально из коробки даются, они довольно скудны. Ну, то есть, подводя итог, да, он гибкий, позволяет гибко настраивать окружение, но вам нужно знать Ruby, и это, скорее, система для программистов, да, то есть, для, скорее, для контор, где работают программисты, скажем так. Потому что, там, продакшн, там, тестирование, да, то есть, все очень можно гибко настроить. И это, естественно, для девоксов, да, то есть, когда вы прямо программируете большие системы. А другой, так сказать, другая идеология у Ансигла. Чего? Я не знаю, его-то есть вообще. Нет. Ансигл такая штука, которая, а, работает без установки, она легкая, и она работает по идеологии, скорее. Не надо клиент с вами. Да. Без установки клиента. Без установки клиента. Без установки клиента, и я не удивлюсь, если вообще Ансигл просто можно скачать. Но, скорее всего, его можно поставить. Там нет базы данных. Он абсолютно легкий. Их не идеология в легкости, да, в легкости и простоте. Не надо ставить клиенты, не надо ставить сервер баз данных. Любой ваш ноутбук, даже, там, пятилетней давности, отличный Ансигл сервер, если можно так выразить. Вот. Что? Телефон на углублете тоже норм. Да, я думаю, тоже норм. Лишь бы, как это, был доступ к репозиторию. Он работает, да, по технологии Push. То есть, он написан полностью на питоне. И как он работает, да. Он подключается к системе по SSH, к коннекции, передает туда данные. Ну, что сделать? Там их компилируют и исполняют. Да, то есть, ограничения какие-то у вас. На вашей, так сказать, квази-сервере должен быть питон 2.6, а на машинках не менее, чем питон 2.4. И все. Да, то есть, это любой сервер. Соответственно, вы точно так же можете настраивать роли. Вы можете настраивать группы хостов. Задавать всякие параметры. Он может работать не обязательно от рута. То есть, вы задаете, хочу исполнить из-под суда. Знаете, при соединении он вас просит пароль суда. Вы вводите пароль суда, и он там все исполняет отсюда и пользователь. То есть, даже рутовый доступ не нужен. Что? Ну, в смысле, я не понял. То есть, ты хочешь что-то выполнить на ноде. Прежде чем ты не выполнишь, тебе надо вести пароль. А если это задача по времени? В смысле, по времени? В определенный момент времени? Ну, не могу сказать. Сколько это, типа, там, не знаю. Сколько это а-ля по крому, типа, задачи? А-а-а. Хороший вопрос. То есть, как бы, по умолчанию, по умолчанию, он работает по технологии push, да? То есть, ты сказал, втолкнуть его, он впихает. Но, он, система очень гибкая. То есть, вот, когда он пихает, тебе на ноду ничего ставить не надо. Лишь бы SSH был. Хочешь по технологии, чтобы push было? Пожалуйста, это возможно. Ты ставишь антибл на систему, пишешь себе скриптик, или там есть уже готовый скриптик, который, например, лезет в git-репозиторий, да? То есть, ты его кладешь в тот же в кром, там, каждые пять минут. Он, допустим, лезет в git-репозиторий и смотрит определенную ветку, там, допустим, мастер. Если в ней что-то изменилось, он скачивает и выполняет. Да, то есть, это фактически такой pull. Он может и так, и так. Но pull, как бы, это... Это нет стандартного средства, но за счет гибкости системы это делается. Да, то есть, есть плейбуки. Здесь есть роли, есть группы хостов, есть куча всяких настроек для них. Есть точно так же, как кукбуки, здесь это называется плейбуки. То есть, это некий набор файлов, которые работают вместе. А, еще забыл. Эти системы, они умеют собирать информацию о нодах. То есть, можно, например, сделать один там как-то кукбук или плейбук, который на линук-серверах, допустим, ищет там, не знаю, PHP в одной папке, а на FreeBizD на другой, да, то есть, там он получает какую-то информацию. Информация довольно богатая получается. У шефа системы называется ОХАИ. Как? ОХАИ. Я не знаю, как-то где-то написать можем. Там я набор, но я бы не знаю, понял. Вот так. Видно? Да. ОХАИ. Что будет, да, спускай ажен-сервис и скрипт. В смысле? Он тебе напишет, извини, сервак недоступен. Ты должен ждать сам, пока он запустит, он тебе там сервак, потом еще раз запускать. В смысле? Он сразу при запуске, он пишет тебе отчеты о ситуации, да, типа, успешно, неуспешно выполнено. Понятно, просто в чем прелесть агента, мне кажется, да, что если у тебя там сейчас сервак, он прямо сейчас не доступен, то через какое-то время, когда сервак станет доступен, у тебя агент сам, как вместе с сервак, он запустится, придет и скачает, если я не пойду, если реальция будет, то у тебя нет агента, где там сервак, что-то там, совершенно недоступен, потом в это время обносил изменения, тогда у тебя не применится, пока ты в следующий раз не заканчиваешься. Правильно? Ну, фактически так, да. То есть у тебя может быть такая ресурсернизация, половина хостока у тебя будет за... С последнего времени, половина хостока будет... Ну вот когда... Нет, наверняка как-то может быть... Когда система... Ну вот в режиме push, да, то есть естественно, ты никак это не сделаешь. Кроме как то, что ты увидишь, что на этом хосте ничего не сделалось. Потом еще раз будет. Да, вот. А если ты настроишь скриптик по крону, то естественно, у тебя точно так же он потом полезет и все сделает. Так. Сборка фактов, да. То есть тот же Ansible, он, например, умеет работать с этим же Ахай. Ну, у него есть и своя система сбора фактов, так называемая. Она, естественно, несколько замедляет процесс выполнения, потому что тебе нужно получить ответ от сервака со всеми данными и там что-то сделать. А как это вы поправите? Ну, точно так же. Точно так же. Лезет в SSH, что-то там выполняет на питоне, получает данную о системе. При желании это отключается. Да, то есть если тебе не надо это, ты говоришь, типа, факты не собирать о системе, и все просто сразу выполняется. Чем хорош Ansible? У него достаточно богатая собственная документация. Да, то есть почти все расписано. Что еще позволяет делать Ansible? У него есть так называемая Adhoc команда. То есть ты можешь просто взять и выполнить какую-то, допустим, башевскую команду на пачке серваков. То есть шеф так не умеет, тебе нужно написать вначале рецепт, нигде не ошибиться. И, ну, там тоже он может башевские команды, естественно, выполнять, но, тем не менее, тебе надо это обернуть в рецепт. Загрузить на сервер, и там добавить в роль, и подождать 5 минут, или там, дай бог, 5 минут, а то полчаса, когда у тебя там очередной раз перезапустится, ну, когда клиент обратится на сервер, только тогда это все применится. А Ansible позволяет вот просто, так как он работает по SSH, он позволяет просто взять и исполнить Сашину команду, там, на пачке серваков. Либо... Ну, вот, например. Так, как он это все делал. Вот, например, да, Ansible Atlanta, минус А, там, голова, минус А, 10. Тест на Ansible, типа, сделать, ну, как команда, да, сама по себе. Атланта — это название ноды, либо группы нод. Да, например, там, Атлант — это может быть целый дата-центр. Понимаете? В Атланте. Соответственно, отдельный файлик есть, файл host, по-моему, называется, где это все описано, да, детально. Минус А — это вот выполнить команду, минус А — это параллелизм. Да, типа, сколько процессов параллельно запускать. Если у вас там 100 серваков, вы можете 10 параллельно, да, а тысяча серваков там 100 параллельно. Ну, естественно, нужно понимать, что вы ограничены мощностью вашего компьютера и пропускной способностью вашего интернет-канала. Вот. Вот от имени пользователя можно. Можно, там, суда, да, типа, спрашивать суда пароль, например. Наверное, их можно приписать в кубок, но для безопасности можно просто вводить. Пыш, пыш, пыш. Передача файлов и прочие такие штуки. А, кукбуки, да? А, плейбуки. Плейбуки здесь там называется. Плейбуки пишутся на языке YAML. Ну, это тоже, как бы, ключ значения, но в отличие от Джейсона, например, он более человекопонятный. Значительный, я бы сказал. Ну, например, вот, да, плейбук. Говорите, хосты такие-то, да, на каких хостах все это дело выполнено. Потом переменные определенные задаются. Ну, просто переменные. От имени какого пользователя, да, пользовательный кубок. Потом идут уже задачки, task. Соответственно, первая строка всегда начинается с name. Это текст, да, просто описание того, что будет происходить. А дальше уже, собственно, сама команда. Например, YAML. Да, установить пакет HTTPD в последней версии. Те не нужны никаких там do и end, отдельных строк и прочего. То есть гораздо более компактный синтаксис по сравнению с шефом. И гораздо более наглядный, на мой взгляд. Чем-то похоже, ну, на те же башевские команды. Соответственно, в шефе тоже есть язык темплейтов, ну, как эти шаблоны. Здесь используется в анзибле Jinja. Если вы когда-нибудь сталкивались с фреймворком Flask, то вы Jinja знаете. Он очень простой, быстрый и широко используемый, скажем так. Здесь тоже есть на Тиффе. Типа, если после выполнения этой операции нужно сделать то-то. В данном случае вы собрали, например, новый конфиг Apache. И после этого, чтобы его применить, вам нужно Apache перезапустить. На Тиффе вот эти, они описываются в отдельном файле. Па-па-па. Здесь тоже, да, сервис HTTBD. Нужно убедиться, что он в состоянии запущен, и что у него включена автозагрузка. Да, я найду. Все. Легко и просто. Ну, вот, видимо, можно описывать немного по-другому, да, вот в отдельных строках по типу шефа. Хосты? Да, хосты веб-сервисе. Да, да, это... Но эта группа в данном случае не логическая, а физическая. Да, то есть можно в файле хост, где идет описание хостов, какие у вас есть, создавать группы. Но, в принципе, логически тоже можно разбить, да, потому что одни и те же хосты могут находиться в разных группах, в общем-то, да. То есть там веб-сервере вообще, там в Атланте и там, не знаю, в Санхазе. Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Позволяет допускать от какого-то пользователя, например, вы можете логиниться под собой и потом вводить пароль суда, если у вас есть доска, да, то есть из-под суда это все запускается. Настроек много. Но не будем сильно вдаваться в детали. По умолчанию. Модуль индекс. Большое количество модулей. Реально, их там, по-моему, более 200 возможностей из коробки всяческих, да, то есть можно Windows администрировать даже, управлять там сетью, пакеты ставить в разных системах. Он поддерживает практически все и там, и АПТ, и ЯМ, и ДПКГ. Черт его знает, не пробую. Для меня как-то-то не очень интересно. Может, есть какие-то модули свои, может... Есть Cloud Modules, например. Скорее всего, там есть возможность управлять тем же этим. Амазон, вот, да, куча возможностей. Азури, CloudStack, DigitalOcean управление сразу. То есть вы можете сразу управлять своими серваками в DigitalOcean. Docker, Google, Linode, LXC, OpenStack. Да, то есть все из коробки есть, куча всего. Rackspace какой-то. VamWire на управляемый управлять. Мне понравилось, что, например, шеф не может, у него нет возможности вставить какую-то строчку в конфиг после какой-то строки. Он поставляет модуль для Ruby, у которого есть определенные возможности. Но, вот, допустим, вы можете проверить, есть ли такая строка, а если ее нет, то дописать в конец файла. А вот сказать, что вот после такой-то строки по какому-то regexplo добавим строчку. Этого нет. Наверняка на Ruby это можно написать. Но, блин... Проблема в том, что если... То есть, на мой взгляд, чем меньше стэк, тем лучше. Хотя в нашей конторе такое вроде раньше не поддерживали. Но просто есть такой великий и могучий питон, на котором можно сделать все. Все ваши системные скрипты написать на питоне. Сайт написать на питоне. И в конце концов использовать эту систему управления тоже на питоне. А так у вас сайт на PHP, скрипты на Basha, демоны на C, еще оркестратор на Ruby. То есть, вам нужно знать 4 языка. Как бы не очень круто. Я же говорю, да, то есть, если это программистская контора, где нужна очень большая гибкость, да, шеф отлично, потому что он дает эти возможности. Если вы сисадмин, то я считаю, ансет был лучше, потому что он из коробки дает все, и у него меньше потребностей, да, то есть, ему не нужен выделенный сервер, например. Да, то есть, это уже экономия. Он более легкий. Ну, какой-то глухой. Ну, так, конечно. Селеронечка хватит. Ой, зиппер. Нет, он имеет зиппер. Это не то, что я хотел. Работа с файлами. Ну, с GitKudman, наверное, тоже работает. Files. Modules. Ну, работает. Файл передача файлов. Line-in файл, например, отличная штука. Мы сейчас еще будем год ждать, пока она загрузится. Вот, нет. Соответственно, вот, бэкап, например, да, то есть, мы можем сказать, типа, сделаем нам бэкап файла перед изменениями, и он положит там рядом файлик до изменения. создать файл, создать файл, остается место файла, группу задать, insert before, да, то есть, можно задать как-то регэксп, и он найдет строку и добавит нашу строку перед дней. Ой, ну, это просто шеф. Ну, что-то вроде. Ну, просто, блин, они это реализовали. Там, вот, рабочие шефа решили, что вообще не пил на самом деле. Да, так я, что, я, так и есть абсолютно, да? То есть, шеф по умолчанию бедный, но все, что тебе надо, ты пилишь руками. А если тебе нужно администрировать серваки, а не пилить кукбуки, то ты берешь ансибул, потому что в нем уже все есть. Ну, вот пример, да, как бы вот, destination в таком-то файле после, там, такой-то строки с таким-то комментарием добавить, там, такой-то тет, точнее, до. Ну, или нужно просто вставить. Ну, в общем, вы уже все поняли. Да, я сейчас прям просто дома. Как, в целом, да, в целом. И резюме, как бы, такое, что ансибул легче, он более функциональный из коробки, он более человекопонятный и предназначен для администрирования. Слово есть, можно лайтвейт. Как? Лайтвейт. Типа легковесный. Лайтвейт, да-да-да, легковесный. В общем, две разные парадигмы, но ансибул позволяет работать как в push, так и в pull. Да, то есть, например, компания Мажордома работает с шефом, а компания Selectel работает с ансибул. Да, то есть каждый выбирает что-то свое. Как говорил, там, админ из Selectel, что они увидели легкость и качество документации и выбрали для себя ансибул. Кому что больше нравится. Коля, ты можешь что-то добавить про Puppet? Ты с ним не работаешь? Ну, Puppet, как я понял, он немножко, то есть, у него, скажем так, Ruby-подобный синтаксис, но все-таки... Ruby-подобный, да, но, как говорят, я не видел. Но, тем не менее, он не полностью Ruby, да, то есть, шеф, если полностью Ruby, то там просто Ruby-подобный синтаксис. Спасибо за внимание, дорогие телезрители. До новых встреч!